Буржуйки для АТО. Запорожский пенсионер, бывший военный автомобилист Анатолий Кулинич нашел способ обогреть бойцов на передовой. Сконструировал их своими руками, собирает печки на основе автообогревателя. Чтобы поставить дело на поток, изобретателю решили помочь городские власти. Сам принцип отопителя взят с военной техники. Подобные нагреватели ставились в свое время на запорожцах и луазах. Их изобретатель и использовал в качестве основы. Остальное смекалка, знание техники и творческий подход. То, что получилось, показывает представителям городских властей. Температура прибора на выходе 80 градусов. За час двумя такими можно обогреть большую армейскую палатку, утверждает автор изделия. В прошлом военный Анатолий Кулинич. Потребляет такая мобильная печь 350 грамм бензина в час. Для зажигания нужен аккумулятор. Запускается от аккумулятора и потребляемая мощность, потом, когда он запустился, потребляемая мощность двигателя вентилятора 35 ватт. То есть меньше, чем лампочка одна в автомобиле. В армии мы делали таким образом. За автомобилем снимали его аккумулятор и мы ставили этот аккумулятор. И он ездит, двигается, подзарядил и меняли. Его хватает практически на сутки. Кожухи сделали. Система газоотвода у меня сейчас проблема. Трубки гнуть и варить надо. Тут система газоотвода должна быть обязательно. Почему? Потому что если поставить палатки, обязательно уснут. Чтобы завершить работу над изделием, мастеру нужны материалы для системы газоотвода и провод электропитания. Необходимые материалы пообещали предоставить городские власти и предприятия «Светотехника». Первые 10 запорожских печей собираются отправить в зону АТО уже в декабре.